Всем привет! Вы на канале Еда на любой вкус. Сегодня готовим очень вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком. Пирожки мы будем выпекать в духовке, но их также можно будет пожарить на сковороде. Тесто получится у нас очень нежным, мягким и вкусным. И это тесто долго не черствеет. Давайте быстренько посмотрим, какие продукты нам понадобятся. Мука пшеничная, приблизительно 4 стакана. Сливочное масло, одна упаковка, здесь 180 грамм. Стакан молока, 230 миллилитров. Чайная ложка соли и столовая ложка сахара. И, конечно же, дрожжи. Дрожжи у нас сухие, 2 чайные ложки, это 10 грамм. И для начинки нам потребуется и зеленый лук, и вареные яйца. Молоко следует подогреть до комнатной температуры. Выливаем его в чашку. Высыпаем сюда сухие дрожжи. И столовую ложку сахара. Мешаем до тех пор, пока дрожжи у нас будут почти растворены. И выливаем остывшее растопленное масло. Масло мы растопили. И дождались, пока оно будет у нас комнатной температуры. Теперь его можно выливать сюда в молоко и дрожжи. Теперь постепенно всыпаем просеянную муку, замешивая эластичное тесто. Муку всыпаем частями. Добавляем еще муки. И хорошенечко вымешиваем. Присыпаем стол мукой и выкладываем сюда тесто. Присыпем его еще сверху оставшейся мукой. И вот так вот вымешиваем. Вмешивая всю муку. Обычно у меня всегда уходит 4 стакана. Тесто готовится очень быстро. И пирожки действительно остаются мягкими. В тесто мы не добавляем яиц. Вместо молока можно взять воду. Вместо сливочного масла можно брать маргарин. Но соответственно и вкус у вас немножечко будет отличаться. Тесто у нас готово. Получается оно очень мягким, эластичным. Не липнет совершенно к рукам. Собираем тесто вот в такой вот шар. И дадим ему отдохнуть минут 20, пока будем готовить начинку. Вареные очищенные яйца нарезаем на небольшие кубики. Яйца мы нарезали. Теперь нарежем лук. Я взяла вообще 6 вареных яиц и вот такой вот пучок лука. Нарезаем лук не сильно крупно. Начинку следует посолить по вкусу. Добавим перец. И я еще добавляю где-то 2 столовые ложки растительного масла, чтобы начинка не была сухой. И все хорошенечко перемешаю вилкой. Ну все, начинка готова. Будем лепить пирожки. Берем наше тесто. Его не нужно ни обминать, ничего. Мне не понадобится ни скалка, ни ножик. Отрываем приблизительно вот кусочки такого размера, какого вы хотите, чтобы у вас были пирожки. Скатываем вот так в шарик. Вот примерно такие кусочки у меня получаются. Все скатали шарики. С помощью рук формируем пирожок. Тесто очень эластичное, оно совершенно не липнет к рукам. Берем ложечку начинки и защипываем пирожок. Вот такие небольшие пирожочки у меня будут получаться. Они, конечно, еще увеличатся в размере. Тем временем духовку разогреваем до 200 градусов. И пирожки ложим на противень, застеленный пергаментной бумагой. Из всего количества у нас получилось 20 пирожков. Вся начинка тоже ушла. И для красивого цвета мы смажем наши пирожки взбитым желтком. Духовка уже у нас разогрелась до 200 градусов. Пирожки выпекаются очень быстро, минут 20. Пирожки будем выпекать до красивого румяного цвета. Прошло 10 минут. И посмотрите, как уже поднялись наши пирожки. Еще 10 минут, и мы их будем доставать. Прошло 20 минут, и наши пирожки готовы. Посмотрите, какие они стали красивые. Если вы будете раскатывать тесто толще, чем я, то печь пирожки нужно 25-30 минут. Вот такое количество пирожков мы приготовили за такое короткое время. Пирожки очень мягкие, вкусные. Попробуйте, и вам понравится. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите ваши добрые комментарии. И до скорой встречи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok